Библейский портал экзегет.ру представляет Евангелие от Иоанна, первая глава, мы начинаем четвертого евангелиста читать, и, конечно, о нем можно говорить очень много, бесконечно можно говорить об этом Евангелии, о том, что оно написано явно самым последним, о том, что оно написано как бы в дополнение к трем предыдущим, их называют еще синаптическими, а может быть, как уточнение или даже как исправление каких-то вещей, которые мы видим в синаптических евангелях, потому что явно Иоанн пишет не первым, многие вещи ему не нужно называть, они известны его читателям, но, по крайней мере, стоит задуматься о том, на что он обращает внимание по сравнению с синоптиками. Вот как раз в первой главе такого очень много, знаменитый пролог. Я читаю свой собственный перевод, может быть, иногда надо будет пояснять, почему я решил так перевести. Вначале было слово, слово было подле Бога, и Богом было само слово. Во-первых, слово-слово практически непереводимо, по-гречески там логос, я даже задумывался, не оставить ли логос. Это одновременно и мироздание, и порядок, и мысль. Ну, вот слово-логика русская, она же не просто про произнесение слов, она про то, как все устроено. А с другой стороны, конечно же, здесь у нас очень ощутимо наследие библейское, семитское, ближневосточное. И слово там — это не просто некий комплекс звуков, это действие, которое особенно у божества приходит в этот мир. Да, вот что-то творит Бог, мы читаем в Библии в начале книги Бытия, и он называет это. Пока оно не названо, оно как бы не существует. И это общая черта древних ближневосточных текстов. И, значит, Бог и его слово — это вот такая пара, которая уже хорошо известна читателям, даже если они ничего не слышали об Иисусе Христе. И вот интересно, мы сегодня читаем в догматических всяких учебниках, там, и сущности, ипостаси, и так далее. Иоанн не пользуется этими словами. Он выражает все через отношения. Что слово было в начале, но слово, оно, собственно говоря, указывается на его существование либо с момента сотворения мира, либо даже еще раньше. Иоанн не уточняет здесь подробнее, потому что в начале это, собственно, первое слово в Библии. И оно там не упомянуто, но оно подле Бога. Почему я так перевел? Обычно переводят «у Бога», но «у Бога» — это у кого там что есть? У него вот ручка есть. Но там по-гречески просто «антеон» — это скорее обращенность. Мы бы, скорее, наоборот, ожидали, что Бог обращает свое слово и в обычных текстах о сотворении мира. Там божество изрекает что-то, это слово творит. Между прочим, книга «Бытие» также описывает. Сказал Бог, да будет свет и стал свет. Вот это его слово, да будет свет. Но оказывается, что существует слово, которое скорее обращено к Богу в процессе творения. Что вступает с Богом в диалог в момент сотворения мира? Вот как это описывает Иоанн. Нам бы хотел сказать, подожди, подожди, давай конкретнее догматику какую-нибудь, да, вот что это, определение. А зачем? Гораздо важнее отношение. Оно изначально было подле Бога. Еще раз он уточняет это, да, уже собирая как бы все три первых высказывания воедино. Все возникло через него, и нет ничего, что возникло бы помимо него. Что возникло в нем, было жизнью. Жизнь была для людей светом. Можно перевести еще немножко иначе. Из всего, что возникло, ничто не возникло помимо него. В нем была жизнь и так далее. Тогда здесь другой действительно смысл. То, что возникло в нем, было жизнью или ничего не возникло вообще помимо него. Но, мне кажется, общий смысл от этого меняется не очень сильно. Хотя вот формально, логически, это два совершенно разных высказывания, потому что в начале слова присутствует, в начале творения оно присутствует, и, значит, все, собственно говоря, через него. И жизнь была для людей светом, а людей-то еще вроде как и нету, да, идет речь про сотворение мира, но это неважно, потому что Иоанн рассказывает нам какие-то вот контуры дает главные, а не излагает события и дальше в Евангелии так же и будет. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. Как же она его не объяла? Простите, а вот там распятие, это что, это не объяла? Или он имеет в виду, что в конечном итоге свет победил? А вот тут же не очень важно. Вот у Иоанна есть такие фразы, которые запоминаются, но смысл которых, ну, буквально предельно ясен, да, каждое слово очень хорошо понятно, а глобально непонятно о чем. Вот от каких-то вещах, которые, может быть, он и не хочет выражать яснее, потому что это вещи несколько таинственные. Явился человек, его послал Бог, а имя ему Иоанн. Вот как вся история проскочила, да, и сразу к Иоанну Крестителю. Он пришел как свидетель, свидетельствовать о свете, чтобы все поверили благодаря ему. Сам он не был светом, он лишь пришел свидетельствовать о нем. А свет был истинным, он освещает всякого человека, и он приходил в этот мир. Или всякого человека, приходящего в этот мир. Но мне кажется, здесь скорее смысл он приходил в этот мир, потому что дальше эта же мысль развивается. Он был в этом мире, и сам мир возник благодаря ему, но мир его не принял. Он пришел к своим, но своего не приняли. Весь мир, кто такие своим, можно сказать, наверное, еврейский народ, но он не уточняет, хотя дальше он очень много будет говорить об иудеях, но почти всегда, и в этой же первой главе слово «маудей» будет называться не «все иудеи», а «верхушка». То есть он пришел к своим, а своего не приняли, а к тем, кто его принял, он дал возможность стать божьими детьми, тем, кто поверил в его имя. Так принял или не принял? Вроде только что он сказал, никто его не принял, а те, кто принял. Такой способ тоже для Иоанна характерный, он как будто нарочно подчеркивает неточность собственных формулировок. Нельзя же понимать все буквально. Это тоже очень важная вещь. Он говорит о каких-то невероятно высоких вещах, и о них мы можем говорить только образно, о них мы можем говорить только поэтически. И вот Иоанн это подчеркивает. Да, его не приняли, но кто-то принял, тут же оговаривается. Стать божьими детьми, тем, кто поверил в его имя. А что значит божьими детьми? Ведь они не от плоти и крови, не от мужского желания, но от Бога получили рождение. Вот опять хочется подробнее. И там будет целая длинная беседа уважаемого человека с Иисусом о том, как можно родиться заново, можно ли залезть в утробу матери, конечно же, нельзя. И тоже никакого конкретного определения. Вот Иоанн любит удивлять и не всегда готов расписывать, что нас удивило, как нам это понимать. Но, кажется, здесь уже надо хоть немножко ясности внести, и он старается это сделать. «Слово стало плотью и обитало среди нас. Мы видели его славу, единородного Отчего Сына, полного благодати и истины». Может быть, это самая богословская формулировка во всем Евангелии про единородного Сына, полного благодати и истины. Что значит единородный? Ну, опять-таки, слово, которое дальше будет очень догматизировано, но тот, который действительно родился, да, вот, можно сказать, рожденного, а это вот чуть более высокое, чуть более какое-то такое, если угодно, ну, возвышенное над повседневной речью. Слово благодати и истины. Благодать, конечно, слово очень хорошо знакомо, в основном по посланиям Павла, но как оно связано с истиной, да, благодать то, что дается просто так, а истина, ну, как бы то, что на самом деле существует. И вот опять подлинность, с одной стороны, истина, а с другой стороны, диалог. А с другой стороны, вот это общение, вот эти отношения, потому что благодать именно про это и важно не просто то, что, скажем, Иисус это истинный сын, Бога Отца, но важно то, что между ним и людьми возникает история отношений, и люди становятся детьми Богу, говорит выше Иоанн, принимая Иисуса. Но он очень поэтически это описывает. Дальше идет еще одно слово, которое для Иоанна невероятно важно. О нем свидетельствует Иоанн. Свидетельство. Слово, казалось бы, из судебного языка, да, вот свидетель тот, кто приходит и на суде рассказывает, что он видел, и тем самым судья может установить, какие события произошли. И вот слово свидетельство здесь кажется нам немножко неуместным, потому что это скорее заявление, это скорее какое-то провозглашение. Он провозгласил. Он идет следом за мной, и он стоит выше меня, ибо прежде меня возник. Говорит Иоанн об Иисусе. В чем же здесь свидетельство? Он не говорит, я видел, как он, допустим, там при сотворении мира присутствовал, да, вообще можно ли быть свидетелем такому. Он просто заявляет о чем-то, да. Но вот мне кажется, что для Иоанна слово свидетельство настолько важно, потому что это человек, который свидетельствует перед людьми, обращаясь тем самым к Богу. И если вот как Иоанн Креститель, он обладает каким-то очень серьезным авторитетом у людей, то они просто принимают его слова на веру, а не как на суде, где нужно еще доказать, что то, что ты утверждаешь истинно. Итак, Иоанн с самого начала говорит, идет следом за мной, и он стоит выше меня, ибо прежде меня возник. То есть Иоанн уступает первое место Иисуса. И дальше слова, которые можно понять как продолжение свидетельства Иоанна, можно понять как авторский комментарий. И да, и все понимают, конечно, что Иоанн Креститель, который это говорит, Иоанн, написавший Евангелие, автор, это два разных Иоанна абсолютно. Ну, имя-то нередко было. Чем он полон, тем наделило всех нас, благодать вслед за благодатью. Закон был дан через Моисея, благодать и истина открыты через Иисуса Христа. А что ж, в законе нет ничего благодатного и ничего истинного. Но опять-таки Иоанн говорит больше про отношения. Закон — это рамки, которые ставятся. А благодать — то, что в принципе превосходит рамки. А истина — это вообще полнота всего. Да? То есть закон имеет какое-то второстепенное для Иоанна в этом тексте значение. Он не отрицается, но он вторичен. Хотя, опять-таки, как и сам Иоанн, предшествует тому, что идет за ним, но меньше. «Бога никто никогда не видел, но единородный сын, которого обнимает Отец, вот кто нам Бога явил». Опять-таки, мы любим, как правило, такие сложные богословские догматические формулировки. Иоанн говорит лишь о том, что сын открывает возможность встречи с Богом. И как это будет происходить, он ничего не уточняет. Но и тут же появляются у нас те, кто спорит, или будет спорить, по крайней мере, с Иисусом заранее, чтобы мы подготовились. Вот свидетельство Иоанна. Иудеи, ну, я уже говорил, что для него это высшие какие-то иудеи, собственно, правители народа. «Иудеи отправили к нему священников и левитов из Иерусалима с одним вопросом, кто ты?» Понятно, что вот не нужно рассказывать. Уже синоптики рассказали, уже и так все знают, что Иоанн Креститель, он очень известный человек, что он совершает обряд, погружение. Сегодня мы говорим крещение, но креста там, конечно, никакого еще не было. Вот. И не нужно все это уточнять. Вот. А что Иоанн сам говорил о себе? Вот это подробно расписывает другой Иоанн, автор Евангелия. «Кто ты?» Он объявил им открыто, не ушел от ответа, но объявил «Я не Христос». Они переспросили. «А кто ты или я?» Он сказал «нет». Тогда пророк «нет», ответил он. «Так кто же ты?» переспросили они. «Какой дать нам ответ тем, кто нас сюда послал? Кем ты себя считаешь?» Вот, смотрите, какой долгий диалог. Не проще сказать, кто ты? Я бы, наверное, на этом ограничился. Да, зачем этот бесконечный перебор вариантов? Не Христос, то есть, не Мессия, который должен прийти, не пророк, очевидно, ожидающийся пророк, может быть, или я по имени, или какой-то другой, который должен предшествовать прихода Мессии. То есть, вот смотрите, эти люди, они же не грубят Иоанну, они, может быть, не его сторонники, но, по крайней мере, они готовы выслушать его точку зрения. А зачем тогда этот спор здесь? Ну, потому что этих людей очень есть четкий ряд каких-то представлений, они хотят разложить все по полочкам. А здесь с самого начала появляется то, что превосходит эти полочки, что на них не укладывается. «Я голос, что взывает в пустыне, проложите для Господа прямую дорогу», как сказал пророк Исаи. Это цитата из 40-й главы пророка Исаи, но она здесь тоже с небольшим изменением приведена, потому что в пустыне у Исаи это место, где надо проложить дорогу, а вот у Иоанна это, собственно говоря, где он взывает. Но это даже не очень здесь важно, а важно то, что они хотят от него какого-то четкого определения. А он говорит об отношениях. Проложите Господу дорогу, чтобы он мог пройти. Те, кого к нему отправили, были из числа фарисеев. Ну, естественно, это одна из крупнейших религиозных группировок, которая настаивала на тщетном соблюдении закона. Тогда они спросили его, «Почему же ты совершаешь обряд крещения, если ты не Христос, не Илья и не пророк?» То есть у всех есть своя мера авторитета. Вот предъяви нам бумажку, по которой ты можешь такие вещи делать. А он Иоанн им ответил, «Я крещу, омывая водой. Есть среди вас тот, кого вы не знаете. Он приходит вслед за мной, я не достоин развязать ремешок на его сандалиях». Смотрите, вот опять-таки, ну, конечно, это нужно для того, чтобы поставить Иисуса выше Иоанна, словами самого Иоанна, подтвердив эту иерархию. А с другой стороны, он отказывается отвечать на вопрос о полномочиях. Он опять говорит об отношениях, как, в общем-то, всюду в этом Евангелии будет. Не спрашивайте о форме, а ищите живой связи с тем, кто способен вас содержанием одарить. Это было в Вифании, по ту сторону Иордана, где Иоанн совершал крещение, ну, некоторое местечко было в Вифании, селение рядом с Иерусалимом. Это точно не оно, потому что здесь уже далеко здесь, на той стороне Иордана, то есть на восточном берегу реки Иордана. И вот на следующий день Иоанн видит, как к нему подходит Иисус. Интересно, а почему такая дистанция? Почему было не рассказать, что это одномоментно? Но вот Иоанн действительно, он предварителен, да, он, предтечи его будут называть по-русски, то есть тот, кто течет, идет впереди. И важно, что он создает это ожидание в том числе. Иоанн говорит, вот агнец Божий, он берет на себя грех всего мира. Вот о ком я сказал, он идет следом за мной, он стоит выше меня, ибо был прежде меня. Я сам его прежде не знал, но для того и стал совершать крещение, чтобы он был явлен Израилем. Смотрите, окажется, даже крещение, он совершается для того, чтобы встретить Мессию. Хотя, казалось бы, это крещение, оно самостоятельной ценностью обладает. Люди исповедуют свои грехи, они просят Бога о прощении, они обещают жить жизнью угодно ему, да, разве этого мало? Это очень много. И вдруг даже это вторично. А почему это вторично? А вот смотрите, он агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. Вот человек приходит, крестится, он исповедует свои грехи, да, говорит, я больше так не буду, я буду по-другому. Но этого мало. То есть здесь самое начало говорится о том, что, собственно, вот пришествие Иисуса, это не просто о пришествии человека, который сказал много умных вещей, сотворил много чудес, там, обличил плохих, исцелил больных и так далее. Ну, это все очень хорошо, очень правильно и очень важно, да. Но не это главное. Иван не говорит здесь, вот чудотворец, вот проповедник, вот там, я не знаю, замечательный знатовок человеческих душ, который вам все объяснит, как надо, да, совершенно не слово. А кто? Агнец, который берет на себя грех всего мира. Агнец – это жертвенное животное. Вообще-то это барашек, да. Если кого-то назвать бараном, это вообще-то обидно, это ругательство, не правда ли? И к нему приходит тот, кто больше него, и он его называет бараном. Это как? Мы слово Агнец используем, оно такое торжественное, да, церковное слово, но это барашек всего лишь. А потому что барашка приносят в жертву, потому что его убивают. И тем самым сверчает обряд, вот Иван Крестец сверчает один обряд, а когда приносят барашка в жертву, сверчает другой обряд, который обозначает прощение грехов. И барашек, он как бы берет на себя грех человека, который его приносит в жертву, да. А этот вот Агнец, он за весь мир берет на себя грех. Что это? Как-то опять нам не хватает догматических определений. Подождите, подождите, в каком смысле он берет на себя грех всего мира? И вот богословы спорить. Он же не безгрешен сам, да, он не несет на себя личного греха. А зачем ему брать чужие грехи? Бог что, не может просто взять и простить ему, что надо посмотреть, как Иисус мучается на кресте? Это необходимые условия, что ли? И начинаются споры на эти темы. И, кстати, этих споров я не знаю хорошего выхода, да? Ну, кроме как их прекратить. И Иван опять говорит, но вы понимаете же, что это все лишь некоторые образы. Вот словесные образы. Мы не можем объяснить, как это действует. Вот как свидетельствовал Иван. Опять слово свидетельствовал, да? Я видел, как дух, словно голубь, спустился с неба и остался на нем. Здесь он, кстати, уточняет, там у Луки, например, он прямо как голубь, да, в физическом облике. А здесь он спустился, словно голубь, не был при этом голубем. Еще раз, понимаете, это все подобие. Это всего лишь словесные образы, которые позволяют нам выразить наше понимание этих вещей, но они не описывают эти вещи с какой-то вот технической степенью точности. Я сам его прежде не знал, но тот, кто послал меня крестить, омывая водой, он мне сказал, ну, то есть Бог, когда увидишь, как сходит дух и остается на ком-то, знай, что этот человек и будет крестить, омывая духом святым. Ну, логично, Иоанн стоит там, где вода в реке Иордан, он водой людей обливает, а тот, кто принимает духа, может обливать людей духом, да, потому что он у него есть, а у Иоанна нет. И... А как это? А какая разница? Ведь крещение тоже очень важный обряд, это не просто какое-то такое проходное действие, да, а вот снова загадка. Вот снова Иоанн нас как бы подвозит и говорит, смотрите, как это таинственно, непонятно и до какой же степени это прекрасно. Войдите в это, вы хотите понять, как? Я не могу вам объяснить, даже, может быть, не хочу объяснить. Я приглашаю вас в это войти, и все. Я это увидел и засвидетельствовал, что он Сын Божий. Вот как просто. Вот раз и все, да. Наверное, мы бы очень много задали вопросов, перепроверили, уточнили, верно ли мы все поняли, что сам Иисус о себе думает, это мало ли мы чего о нем скажем, а он, может быть, вообще не претендует. А вот Иоанн человек, невероятно, такой цельный и мощный. Ему не нужно два раза объяснить. На следующий день Иоанн стоял там же, а с ним двое из его учеников. Стоп, а почему на следующий день? Вот он сказал какие-то невероятно важные слова. У нас эта вся сцена растянута на три дня, да? Значит, сначала Иоанн говорит, тот, кто за мной, он впереди меня на самом деле. На следующий день он показывает на него, на пришедшего Иисуса. И только еще через день, собственно, практический вывод. Вот ожидания, события и последствия события. Почему так все растянута? Почему нельзя было это все сразу? А вот еще, мне кажется, здесь есть такая идея постепенности, да? То есть, ну вот вообще в жизни какие-то очень сложные и важные решения. Мы не сразу же принимаем обычно, да? Мы там размышляем, колеблемся, потом через какое-то время это решение принимается, потом еще, может быть, возвращаемся и думаем, а не ошибка ли это была, да? Может быть, надо все иначе было бы переделать. И вот Иоанн тоже как-то постепенно вводит и своих учеников сначала, ну, естественно, людей, которые ему доверяют, которых он и так привычно наставляет. Но тем самым весь мир вот приводит этот мир к Иисусу, к отношениям с ним, удивляясь, удивляя и ничего не объясняя до конца, показывая. Вот еще раз. На следующий день Иоанн стоял там же, а с ним двое из его учеников. И он видит, как мимо проходит Иисус и говорит, вот агнец Божий. Уже не нужно повторять, потому что это, естественно, уже было сказано и объяснено в каком-то смысле, да? Про грех всего мира. Двое учеников услышали эти слова и пошли вслед за Иисусом. Но почему вчера-то не пошли? Ну вот, наверное, не все сразу, да? Вот когда Иоанн подтвердил это, то надо уже всерьез к этому отнестись. И дальше странный диалог, который, казалось бы, не нужен. Вот если кто читал Евангелие от Иоанна, наверное, не помнит даже, что это диалог был. Иисус оборачивается, видит, что они идут следом и спрашивают их, чего вы ищете? Такой нормальный вопрос. Мало ли мы там ищем, я не знаю. На рынке хотим купить там еды или, не знаю, ищем дом своего приятеля, не можем найти. Такой бытовой прямо вопрос. Они ему сказали, равить, что в переводе означает учитель, где ты живешь? Он им говорит, идем, увидите сами. Странный диалог, да? То есть они не говорят ему, мы ищем тебя, как агнца, берущего на себя грехи мира, чтобы с тобой пойти и там стать твоими учениками, хотя это очень ожидаемо в такой ситуации. Они говорят, где ты живешь? Иисус им опять-таки не говорит, идемте, будете моими учениками, сделаю вас там ловцами людей. Ну, нормальная история. У синоптиков в основном так и происходит призыв, да, иди за мной, и все. А он даже как будто безразличный им так. Ну, ладно, пошли, если хотите посмотреть, то покажу, ладно. Те пошли и увидели, где он живет, и оставались у него до конца дня. Два часа оставалось до заката. Ну, и что? А где чудеса, где великие проповеди? Ну, вот просто ребята взглянули по дороге к Иисусу, так посидели, поболтали и разошлись. Почему? И это нужно еще отдельно описывать. Когда у нас такое шикарное, сложное начало главы, и тут какой-то простецкий эпизод. А вот смотрите, Иоанн еще мастер показывать великое в малом, вот в незначительном. Да, мы хотим, наверное, чтобы сейчас там гром и молния какая-нибудь, чтобы там воскрешение мертвых сразу, да. А вот такая маленькая-маленькая история, но в ней рождается что-то очень важное. Мы даже не поняли, что... О чем они там говорили эти два часа? Да может, ерунду какую-то рассказывали. Они же рыбаки были, как они там рыбу ловят. Какой у них улов там сегодня был. Или я не знаю, что там. Какая погода там, какие смоку в этом году уродились. Ну, какие-то вот такие простые вещи, да. Но в них тоже много смысла. Одним из двух учеников Иоанна, которые услышали его слова и пошли за Иисусом, был Андрей, брат Симона Петра. Тоже интересно, что она определяет Андрея через того, кто нам еще не известен, да. Он еще не появился на сцене. Но он в дальнейшем более известен, поэтому мы сразу как бы понимаем, что это ссылка на кого-то уже знакомого читателя. Прежде всего, он находит своего брата Симона и говорит ему, нормальная ситуация, да, братья дружат. Значит, и Андрей ничего еще не делает, но спешит поделиться с братом важной новостью. Находит своего брата Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что в переводе означает Христа. Ну, помазанника, можно сказать по-русски. Слово Христос означает помазанник. Интересно, что Иоанн еще приводит вот эти буквальные словечки, да, там, Рави, Мессия. Если еврейские или арамейские, зачем для колорита, как там, я не знаю, в Париже мы будем описывать, там, Мессия пошел в Кабаре, да, или где-нибудь в Лондоне, там, Констебль и все прочее. Не столько, может быть, даже ради этого колорита, а вот ощущение того, что это происходит в каком-то конкретном месте. С одной стороны, все время критикуют иудеев как руководителей народа, а с другой стороны, подчеркивают, ну, они же все иудеи, это же все вот там в Галилее, вот эти иудейские люди, они говорят на своем языке, они в кругу своих представлений, кстати, жертвенный агнец, это же тоже представление из Ветхого Завета, иудейское вполне. Вот, Иоанн подчеркивает все время вот эту приземленность, хотя он, казалось бы, самый высокий из всех евангелистов, евангелистов он орел, да, как его потом будут животные его изображать. И вот тоже маленькие такие простецкие разговоры. Андрей отвел его к Иисусу, Иисус, взглянув на него, сказал, ты, Симон, сын Иоанна, но имя тебе будет Кифа, что переводится как Петр. Ну, собственно, Кифа на арамейском, или Петр на греческом, это камень-скала, и там Матфей, допустим, связывает это с твердой верой, Петра в 16 главе, Матфея мы это читаем. А здесь ничего, просто дал новое прозвище, ну, конечно, скала. Можно задуматься, наверное, что-то прочное, крепкое, но почему он не объяснил? А вот все начинается как-то очень незаметно. На следующий день Иисус решил отправиться в Галилею. Опять-таки, ничего не произошло больше в этот день, вообще ничего. Иисус находит Филиппа и говорит ему, иди за мной. Вот, а было и так, например, да, он собирает учеников. А Филипп был из Вифсаиды, это небольшое селение на берегу Гене-Сарецкого озера, из того же селения, что и Андрей с Петром. А, так они еще и соседи. Филипп находит Нафанаэла и говорит ему, а у них вот такая, да, нормальная деревянская жизнь, кто-то что-то узнал, спешит поделиться, там, рассказать родным, близким, друзьям. И говорит ему, того, о ком писал о Моисееве в своем законе и пророке, мы его нашли, это Иисус сын Иосифа из Назарета. Нафанаэл ему сказал, что хорошего может быть из Назарета? Ну, почему такое, как Назарет и пренебрежение? Ну, Назарет, он маленький городишко, там, наверняка много язычников, да. Ну, представьте себе, мы нашли Мессию, там, не знаю, из города Электроугли. Что может быть хорошего в Электроуглях, я понимаю, там, из Вифлеема, да, из Иерусалима. А тут вот Назарет. Отвечай этому, Филипп, ступай и посмотри сам. Вот тоже, как Иисус говорит, пойдем посмотрим. То есть, смотрите, я не живу, говорит он, в каких-то великих дворцах, где там золото и слуги. Вам понравится или нет, решайте сами. Тоже, Нафанаэл не говорит ему, то есть, Филипп не говорит Нафанаэлу, смотри, я там встретил Мессию, он сотворил чудеса. Пошли, посмотрим. Вот если нет этого личного интереса, если нет этой готовности просто вот вступить в отношения, то все абсолютно бесполезно, да. Вот эти общие слова, они ни о чем. Иисус увидел, что к нему подходит Нафанаэл и говорит о нем, воистину вот израильтянин, в котором нет ни тени лукавства. Почему? Ну, может, это намек на то, что он так грубо ответил, что хорошего из Назарета не стал скрывать свое презрение к Назарету за какими-то словами красивыми. Говорит ему Нафанаэл, откуда ты меня знаешь? Иисус ему на это сказал, еще прежде, чем Филипп к тебе обратился, я видел тебя под смоковницей. Часто это выражение вызывает вопрос, увидел тебя под смоковницей, ну и что? У них смоковниц там много везде росло, но в какой-то момент человек оказался под ней. Может, присел отдохнуть, может, смоку собирал, если сезонных был, да. Ну, все равно, что сказать, в современном городе я видел тебя в автобусе, там, я не знаю, в магазине. Ну, да. Но есть представление о том, что смоковница здесь символическое некоторое такое дерево. Вот в пророчествах Ветхого Завета мы встречаем слова о том, что когда придет Мессия, настанет мир и процветание, и каждый будет под своей виноградной лозой и смоковницей. То есть, ну, в своем саду, среди своих прекрасных плодов, да, будет отдыхать, не нужно будет никуда суетиться, бегать, трудиться, вот, все будет дано. И, возможно, это такой, как бы, пароль. Я видел тебя под смоковницей. То есть, я же видел, что ты уже готов к приходу Мессии. Похоже, это прозвучало примерно так. Ответил ему на Фанаил, Рави, ты сын Божий, ты царь Израиля. Ничего себе, я видел тебя в магазине, ты сын Божий, ты царь Израиля. Ну, каждый день кто-то под смоковницей, оказывается. Наверное, вот именно этот смысл. Я видел, что ты ждешь прихода Мессии, что ты к нему уже готов, что ты уже внутренне в царстве Мессии. Тоже очень интересная вещь, да. То есть, вместо того, чтобы какие-то знаменитые чудеса творить или что-то вот такое, он просто говорит слова, которые именно этот человек готов услышать. И они срабатывают. Вот какой у него Иисус скромный, тихий. Оказалось бы, слово, которое было при сотворении мира, мы ждем громов и молний дальше, да? Нет. Оно стало плотью, оно было с нами, говорит он. Но не просто с нами, как там многие боги в античных мифологиях превращались в люди, но превращались, да, казались людьми, чтобы там возвести что-нибудь, помочь своим любимцам. А здесь вот он именно входит в эту маленькую деревенскую жизнь из Назарета, из какого-то крохотного селения. «Я тебе сказал, что видел тебя под смоковницей, потому ты веришь, но ты увидишь много больше того». Опять-таки, а что именно? Неизвестно. И говорит ему, «Аминь, аминь, говорю вам, увидите, как раскрылось небо, и ангелы Божии не сходят к Сыну Человеческому и восходят обратно». И вот в этом самом маленьком оказывается что-то очень большое. Такая странная глава, да, вот как-то все-все намешано. Вторая будет немножко попроще, там будут два значимых события, но прочитаем ее тоже, конечно. Продолжение следует...